Шалом всем! Как я сказал, мы читаем на этой недельной главе Парашат Бегар, и она действительно воспитывает нас необыкновенным образом, как мы живем, с одной стороны, в очень материальном мире, но как мы этот материальный мир превращаем постепенно быть более идейным, божественным, духовным. С одной стороны, у нас царь Давид говорит «Ашамаим, шамаим ля Ашем». Небеса, небеса даны Всевышнему, они Всевышнему принадлежат, небеса. Землю дал людям, как говорит великий Раббенахен Мендель Микоцк, землю дал людям, чтобы превратить эту землю в небеса, в небо. А Шамаим, Натан, это ля Асот, это арец ля Шамаим. Давайте сейчас посмотрим, у нас удивительная недельная глава, которая говорит про идеи, которые пытались всякие народы реализовать в каких-то степени. Давайте посмотрим. «И сказал Господь Моше на горе Синай». И так недельная глава называется? Называется «Бегар», «Бегар Синай». И о чем здесь идет речь? «Таберет на Исраэль», вот когда они придут в Эрет Исраэль, земля должна отдыхать. То есть земля должна отдыхать. Шесть лет ты будешь сеять урожай, шесть лет засеивай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, собирай плоды его земли. А в седьмой год суббота покоя да будет для земли. «Субботы, Господи, поле твоего не засеивай, виноградницу твоего не обрезай». И, в общем, есть всякие законы, которые здесь написаны, что цикл еврейский сельскохозяйственный, он семь лет. Шесть лет ты работаешь, вкладываешь, усиливаешь все, что нужно, делаешь. А на седьмой год полностью это должно все прекратиться. Это один аспект, который здесь написано. Также седьмой год, здесь у нас написано, что есть каждый семь лет по семь. Это дальше у нас написано, и будешь считать, семь лет по семь. Есть юбилейный год, 50-й год, он тоже имеет свои законы. То есть вот этот 50-й год выходит, и седьмой год ты не работаешь, и 50-й год. То есть два года ты не собираешь урожай. У тебя это, в принципе, такой же отдых, как и седьмой год. И также у нас в книге «Дворин», мы потом посмотрим, написано, что седьмой год, это не только связано с сельскохозяйственной деятельностью, прощаются долги. Тоже надо посмотреть, прощаются долги. Если я кому-то должен денег, и седьмой год, прошел седьмой год, и начало первого года, то есть начало восьмого года, первого уже нового цикла, я не могу, запрещено мне требовать тому, который я ему должен, требовать эти деньги. Наоборот, он сказал, я прощаю тебе, и вот прощаются долги. Кстати, 50-й год тоже не только прощаются долги, вот земли возвращаются своим хозяевам. Если я продавал, надо было мне продать какую-то недвижимость, и это, в принципе, принадлежит моей семье, это все возвращается хозяевам. В общем, есть в этом всякие-всякие законы, которые здесь написано. Ну, что я, о чем я говорю, это полностью, да? Говорит нам, приводит нам наши мудрецы. Недельная глава начинается очень странно. Почему? Очень странно. Как обычно у нас написаны заповеди, или написано какое-то, я знаю, высказывание божественное к нам, к еврейскому народу. Он просто и сказал Всевышний вот так. Надо так делать вот так, или не делать вот так. Сказал Всевышний вот так. А здесь у нас написано Здесь у нас написано, что Всевышний говорит И сразу мудрецы задают вопрос Почему именно вот эта шмита, закон седьмого года, здесь подчеркивается гора Синай? Ведь вся же наша Тора Так задают нам вопрос Так зачем именно вот эти законы, которые связаны с седьмым годом, как будто Тора выделяет и говорит Ты знаешь, это было дано тебе на горе Синай. Извини меня. Мошер Абейну был 40 дней на горе Синай И получил всю Тору так. Так это не только вот эти законы, которые связаны с шмитой с седьмым годом, юбилейным годом и так далее. Все, вся наша Тора была дана на горе Синай. А как еще? Первая же Мишна в Пирке Авод, которую мы учим сейчас, до праздника Шавуотан, там написано Мошеки Бель Тора Миссинай, что все из горы Синай. Так почему здесь нам Тора именно выделяет вот эту митцву и говорит, что это гора Синай? И так что нам отвечают наши мудрецы? Она говорит, «Эля». Я читаю вам то, что говорят нам мудрецы. «Эля». Что шмита клалотея в дикдукеям и Синай. Что и шмита, она все, в общем, и общие какие-то правила, и подробности были в Синай, а в кулам все наши заповеди, «Нэмру клалотейгем», то есть клал, от слова клал, в общем, общие моменты и все детали, подробности, все были на горе Синай. Я хочу что-то объяснить, минуточку. Смотрите. У нас есть Тора письменная, та Тора, которая, ну, в синагогах мы читаем и выносим, вот эта письменная Тора. Есть устная Тора. Все это было на горе Синай. То есть и письменная, и устная. Если мы обратим внимание, например, возьмите заповедь «Шаббат». Шаббат в нескольких местах у нас Торы, когда упомянута заповедь «Шаббат», но там оно не упомянуто все подробности. Как нам делать, например, кидуш? Что такое лекидуш? Как нам помнить? «Захорать йома шаббат». Помни день субботник. А как это делать? Написан, например, все наши меляхот. Где у нас написано, например, в Торе, что нельзя нам шить субботу, варить субботу, красить субботу, писать субботу. Это все у нас не написано. То есть у нас написано только клал, что надо соблюдать субботу. «Захор в шамор». И есть единственная меляха, которая у нас написана про шаббат, это «Не разводи огонь». Все. Но кроме этого есть у нас еще меляхот. У нас 39 меляхот. Так единственная, которая написана у нас вот этих действий, которые запрещены, это «Не разводи огонь». Так выходит, что шаббат святая, например, и не только шаббат, другие заповеди тоже. Написано, что вот вы должны одевать тфили. Да, написано. То есть это написано очень общее тфили. А как они, с чего они сделаны? На какой руке ты должен это одевать? В общем, все вот эти подробности, какие паршиот, какого цвета они и так далее. Это все было подробно. Потом было сказано Мушера Бейну устным образом. И потом Мушера Бейну учил это. Весь еврейский народ, как написано у нас в Пирке Авод, Мушеки Бен Тораби Синаю, Сарали Иушуа, Передал Иушуа и так далее, и так далее. Поэтому все, что мы сегодня соблюдаем, это, конечно, источник горы Синай. Так выходит, очень интересно, что вся Тора, вся Тора, она дана нам в письменной Торе только такое правилами. А все детали и подробности, это было устно. И вот приходит сейчас нам наша недельная глава и говорит, И поскольку в нашей недельной главе мы видим, и не только в общее правило, потому что Тора нам сказала бы, вы должны там седьмой год не работать. Все, а что значит не работать? Все вот эти детали, которые написаны у нас, не сеете, не виноград, никакие работы, что и так далее. Все это написано. Так вот это нас учит на всю Тору, что так же и как вот эта шмита, она сказана и в общем и детали, так же и сказана вся наша Тора в общем и детали. Это то, что у нас мы должны понимать. Так давайте посмотрим сейчас, обратим внимание, почему Тора, хорошо, она выбрала какую-то митцву, выбрала какую-то митцву, чтобы сказать, что ты знаешь, что есть что-то там, общее, а есть детали, подробности и так далее. Хорошо, замечательно, но почему она выбрала именно вот эту заповедь? И сегодня на нашем уроке мы чуть-чуть посмотрим, на мой взгляд, почему именно вот эта заповедь, которая называется Шмита, заповедь седьмого года, юбилейного года и так далее, она связана вообще, я бы сказал, со всей нашей жизнью, со всей Торой. Давайте посмотрим, потому что она максимально выражает, что значит жить по Торе. У нас мы знаем, что еврейский народ, ам Исраэль, он всевышний ки ам кадош ата ла ашем эллокеха. То есть еврейский народ, он не только святой. Есть святые, может быть, в каждом народе, отдельные люди, отдельные люди, которые, я знаю, посвящают себя каким-то святостям, каким-то святыням. И это замечательно, это прекрасно. Приходит нам всевышний и говорит, нет, уважаемый, здесь у вас, у евреев, у евреев ки ам кадош ата ла ашем эллокеха. Вы, как народ, будете святыми. Вы, как весь народ, будете святыми. Так написано. Ки ам кадош. Что значит? Сам народ, когда мы говорим про народ, он наполнен всеми жизненными ценностями, во всех областях жизни народа. Во всех областях жизни народа. Это экономика, это безопасность народа, это политика и так далее, и так далее. Это народ. И действительно, как я еще раз повторю, многие думают, что святость, она единица. Мы говорим нет. А вот это предназначение еврейского народа, он народ святой. Что он живет в своей стране. Он живет с такими же государственными структурами, и все это святости. Все это с идеалами большими. Это то, что требуется. Потому что ты можешь жить, развивать материальный мир. И все, что связано с государственными структурами, и это идет вниз. Это ам только, а у нас это ам кадош. Он должен быть отделен. Это не как у всех. Должно действительно, конечно, у тебя быть все вот это, все эти структуры материальные. Но это ам кадош. То есть мы должны все земное, все, что связано с земным, возвысить его. Да? Но существует большая проблема. Когда мы говорим, вот это очень важный и глубокий момент, когда мы приходим и говорим, какие-то идеалы небесные, какие-то там доходить, каких-то знаний высоты, всегда существует разрыв между небесами и между землей, как я сказал. Объективно это видно. Это невозможно. Это тяжело. О чем ты мне, об чем ты говоришь? Действительно, как мы это реализуем? Одно, когда мы сидим здесь с вами на уроке, когда мы слышим и читаем Тору, да, вау, да, конечно, надо быть духовными. Но как в жизни это реализовать? В жизни надо зарабатывать, надо, чтобы была армия, надо, чтобы была экономика, надо воевать, надо все это. Как это сделать, это духовно? Иногда это, не то, что иногда, это как всегда. У тебя есть в этом, в этом всегда, у тебя это не реализуется с той идеей большой, как это может превратиться действительно в реальность. Так я хочу вам сказать, что, с одной стороны, конечно, идеал, он замечательный. Кен, но мы, дается, Всевышний говорит, конечно, если ты с утра до вечера всю свою жизнь посвящаешь, как заработать денег, как сохранить эти деньги, да, как больше удовольствия получить с этих денег, и вот этого материального мира, и других каких-то материальных ценностей, если можно так сказать. Действительно, это невозможно как-то взлететь на больше духовный мир. что делает нам Тора? Обратите внимание, Тора приходит и говорит нам, приводит нам заповедь, например, шаббат. шаббат. Что такое шаббат? Шаббат! Шесть дней мы зарабатываем, занимаемся максимально материальным миром. Седьмой день ты закрываешься. Седьмой день я не работаю. Седьмой день все бизнесы, все телефоны, все те моменты, которые, кажется, надо идти и зарабатывать. Тогда седьмой день ты дает себе такой заряд на всю неделю, который показывает тебе, слушай, материально-материально, все нормально. Но куда это все должно быть направлено? Понимаете? Человек, который в этой материи, без никакой остановки, он действительно не сможет приподняться. Приходит Всевышний и говорит нам, Кэн, чтобы ты не превратился раб в своей работе. Раб к тому, что ты всегда без никакого перерыва. Кэн, чтобы чем бы человек не занимался, какие бы у него дела не были, все прекращается. Потому что есть что-то выше, чем вот эта работа. Кэн, человек поднимает свою голову через вот эту жизненную рутину Кэн, и он соединяется с святостью. Это что-то необыкновенное у еврейского народа. Мы должны приподняться, мы должны превратиться в вот эту земель. Мы ни в коем случае не говорим, что надо полностью не работать, целыми днями сидеть и учиться и молиться и заниматься духовной. Нет! Шесть дней работы Всевышний говорит. Но седьмой день прекрати. Дается тебе вот этот день для того, чтобы все материальное, несмотря на то, что тебе это очень важно, у тебя важные какие-то встречи, у тебя там ходовые дни по субботам или что-нибудь такое, все прекращается. Что бы ни было, шаббат кодедж, святая суббота у меня. То же самое, очень похоже, это год шведы. Вы можете представить себе Кен, человек, он шесть лет работает в землю, Кен, Кен, и он весь связан с материальным миром, Кен, приходит год, седьмой год, Кен, и вот эти материальные ценности, которые прям рулят им, седьмой год он прекращает эту работу, Кен, и отделяет себя на каким-то зрением. Сегодня, к сожалению, у нас по закону Торы нету шмиты, но тот момент, который мы сейчас с вами учим, представьте себе, да, это как будто чуть-чуть ты едешь, 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 у тебя огромная трасса, ты едешь много часов, но на этой трассе подготовили такие, знаете, можно остановиться, кофе попить, кока-колу, еще какое-то сладость, поесть что-нибудь, остановиться чуть-чуть, переотдохнуть, а потом дальше поедешь, как это важно, потому что, не дай бог, не дай бог, если ты едешь без этого отдыха, Кен, что может быть в этой дороге, Кен? вся наша реальность, почему Всевышний создал нас весь этот мир, тем более, когда мы говорим про еврейский народ, это связать нас святостью, связаться с нас святостью, поэтому в нашей ежедневной жизни нету у нас каких-то моментов, чтобы не было какие-то заповеди, которые сопровождали нашу вот эту жизнь. Есть такой посук, посук в Тегелин, Ор Саруа Ля Цадык, Ор свет посеян праведнику, что значит Ор Саруа Ля Цадык, я вам читаю, говорит нам Мидраж на этот посук прям, Сара Акадож Баруху Эта Тура Вэта Тмитвот Ланхилам Лисраэль То есть чем ты бы не занимался, ты не занимался, занимаешься бизнесом, занимаешься хай-теком, не точнее, чем ты занимаешься, Всевышний Зара, Всевышний посеял там, чтобы у тебя были мидзвот, чтобы эти мидзвот возвысили тебя. Окей? Давайте посмотрим, и это в принципе, в принципе, это суть всей нашей Торы. Вся наша Тора, вся Гар-Синаи, все, что мы получили от Всевышнего, это все для того, чтобы нас, человека, материального, который тянет его вниз, чуть-чуть он возвысился. и вот вот эта заповедь Шмиты, сейчас мы посмотрим более глубже на нее, да, она нам дает вот этот момент, который возвышает нас, и оно, Биньян, Ав, оно учит нас на всю Тору, на всю Арсинай, что все дано сделать тебя человеком. Давайте посмотрим, мы знаем, что вообще заповеди, заповеди мы принято так, делить их на заповеди между нами и между Богом, то есть это отношения прямые между нами и между Богом, есть заповеди отношения между нами и между человеком, да, и есть заповеди между самим собой, то есть как ты, как каждый из нас встает более лучше человека. Не только лучше, какие у меня отношения с Богом, какие отношения с друзьями, а как ты усовершенствуешься, как ты стоишь более хороший человек. Это то, что мы... И человек живет в идеалах. Давайте посмотрим, что у нас в Западе Шмиты, которые мы учим в нашей идеальной клавиере. Во-первых, первое, что мы учим, это Шмитат Каркапот. Что такое Шмитат Каркапот? Это все наши земли, все наши земли, они как будто ничейные. Нам запрещено работать, обрабатывать эти земли. И тот урожай, который дает эта земля в этот год, он имеет святость седьмого года. и любой человек может зайти в мое поле и забрать. И даже мне можно брать только такое количество, которое мне надо покушать, нельзя больше, чем другого, потому что мы все здесь равны. Такой первый закон. Второй закон, который, я как уже говорил, это Шмитат Ксафин. Это прощаются долги. может представить себе долги, прощаются. Как это? В конце, тоже это важно, в конце седьмого года, каждый цикл седьмого года, есть такая заповедь, называется Хакхель. То есть, мы более подробно, может быть, если успеем, посмотрим. Это весь еврейский народ собирается в Ирушалайе, и Мелех, царь, читай, Торутам, и так далее. Эта заповедь больше напоминает нам, я бы сказал, Синайское откровение, потому что все там участвуют, весь народ, и вот царь читает Тору, это напоминает нам Синайское откровение, а Синайское откровение это корень всей нашей веры, всей нашей религии, всей нашей традиции. И дополнительно, как мы говорили, это юбилейный год, где семь раз по семь вот этих годов швятый, есть 50-й год, и он в общем 50-й год, он тоже является святым, и так далее. Давайте сейчас посмотрим отношения между нами и между Богом. Отношения между нами и между Богом. Человек в седьмой год приходит нам Тора, Шаббат для Аши. То есть, это предорежит Всевышнему Земля. Как будто и заповедь Шаббат, вообще, день Шаббатный и день Шмиты, говорят, слушайте, есть хозяин этого мира. Что ты думаешь, что ты хозяин, ты рулишь, ты это? Все, я тебе говорю, прекратить? Прекрати. Я тебе говорю, этого не делай? Так этого не делай. Несмотря на то, ну тебе кажется, наоборот, надо сделать, наоборот, надо что-то посеять. Или наоборот, у тебя в субботу там какие-то дела, нельзя их отложить. Стоп. Мы ничего не делаем. Это то, что нам Тора приходит и говорит. Хашмита, кишемше, шаббат, они обе махризот, они оба объявляют, есть Всевышний этому миру, есть господин, есть хозяин, тот Всевышний, который, в общем, говорит нам, не работай в субботу, он говорит нам, и не работайте, бот шмиты. Когда он говорит нам, работайте, можно вам работать, мы работаем. Когда говорит нам, нельзя работать, мы работаем. Что может быть больше отношений между нами и между Богом? Когда Всевышний говорит, это земля твоя, ты, в общем, собираешь, делаешь бизнес и так далее, а когда он тебе говорит, все, прекрати этого, это не твое. Это и есть отношение между нами и между Всевышнами. Смотрите, что написано у нас до какой степени говорит нам царь Давид гибурей коах о сей двору. Гибор. Гибор, что такое гибор? Гибор это сильный человек. О чем идет речь? Смотрите, что пишет Медраж. Гибор говорит, человек может хорошо, шесть дней он работает в конце концерта. Седьмой день он не работает, Шабах. Но что здесь происходит? Всевышний требует от него. Он видит свое поле, в каком оно положение. Нельзя его обрабатывать, нельзя ничего с ним делать. И он сидит и говорит, все, я надеюсь на Бога. Как это может быть такое? Это надо быть богатырем. Это надо быть сильным человеком. гибор. Это не просто разовая какая-то митцва. Даже разовая митцва. Иногда тебе нужно какие-то силы, чтобы выполнить что-то разовое. Тебе митцват Шмита седьмой год требует от тебя не разовое что-то. Он требует от тебя постоянное. И посмотрите а почему ты это делаешь? Потому что всему же заповедовал. Так это возвышает тебя на всех. Эмунак дола башгаха эль ри битахон от сумба к дожму. Это необыкновенный битахон. И как в Торе у нас написано, если мы почитаем, это удивительно. Смотрите, что написано у нас. Человек думает, что хит умру. Давайте я почитаю на русском языке. А если скажете, то есть есть заповедь, не работай, шесть лет работа, седьмой год ничего не делай, все будет нормально. Я тебе говорю, все, с голоду не умрешь, будет хорошо. Видите меня, ну а что, а как, если я не буду работать, если я не буду собирать урожай, как я? Так Тора сама это пишет. Смотрите, что пишет. Смотрите, удивительно. А если скажет, что же будет есть седьмой год, когда мы не будем ни сеять, и не собирать урожай нашего? Так что мы будем кушать? Давайте обратим внимание, а когда человек задает этот вопрос, что мы будем кушать? Он этот вопрос задает в начале цикла, не задает в цикл, когда заканчивается, потому что он всевышний. Я пошлю вам благословение мое в шестой год. То есть он не задает это в шестой год, потому что в шестой год он увидит уже благословение, и он доставит урожай на три года, и будете есть восьмой год. То есть обратите внимание, человек в начале цикла, он планирует, он знает, что он не сможет на седьмой год работать. Так нормальный человек что делает? Что делает нормальный человек? Там берет консервы, хранит, потому что что у нас будет? Надо же как-то готовиться. Всевышний говорит нам, не надо готовиться. Скажите, пожалуйста, это максимальная вера, и не только вера, а доверие Всевышнему. Понимаете, потому что вера, то, что вот Всевышний, да, мы верим Богом, мы верим, что Всевышний нам сказал это делать, но иногда мы можем посмотреть, Всевышний нам это сказал, это делать, но кто сказал, что это будет мне хорошо от этого? Я доверяю Всевышнего. Это связано, Агар-Синайя это связано со всеми Митвот, не только Шаббат и Шмита. Мы доверяем, что ничего никогда плохого не может быть. И наоборот, Всевышний говорит, делай то, что я сказал, я благословлю тебя, и требует, не надо тебе ничего делать. Казалось бы, это может быть не совсем нормально, не совсем, но этот, вот этот уровень требуется от нас. Я, мы говорим на седьмой год. Ян? Цивите Эдберкати кэн? Смотрите, на какой степени потом Тора говорит нам в отношении между нами и между человеком. Это мы сейчас говорим про доверие и про веру в Бога. Да? А вот посмотрите на, 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 в Торе у нас написано в нашей недельной главе, что мы делаем с урожаем, который вот растет у нас на седьмой год, на седьмой год. И да будет суббота земли вам в пище, тебе и рабу твою, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, которые живут у тебя, и скоту твоему, и так далее, и так далее. Да будет весь урожай и ее в пище. То есть здесь написано, что приходит говорить нам Тора, кен, из Парашат, Мишпатим, это тоже написано, кен, в Ахлю Эвьоней Амеха. Там у нас тоже написано, это в книге Шмот, 23 глава, там у нас тоже подчеркивается про год Шмиты, есть у нас тоже там несколько стихов, которые там говорят, что здесь есть у нас написано, что тебе можно кушать только то, что надо тебе кушать, тебе, твоим домочадцам, твоим рабам и так далее, и все. То есть у тебя ты каждый год, может быть, собираешь несколько тонн, тебе покушать там несколько десятков килограммов, все, это только то, что разрешено тебе, все остальное должно остаться на деревьях. Кто это будет брать? Просто люди другие, бедные, кто захочет, заберет и может это брать. нет у тебя возможности сказать ему не бери. То есть здесь Тора нас воспитывает, ты смотришь, ты работала тяжело и в общем заходит в твой сад, заходит в твое поле, ты это видишь и ты не можешь ничего сказать. Ты не можешь ничего сказать. У тебя это забирают, у тебя это берут и все нормально. И все это воспитывает тебя как-нибудь жадным. Потом у тебя, понимаете, человек жадный, мое, мое и так далее. Здесь берешь и Тора приходит и говорит давай кому потом здесь написано интересно очень тоже в нашей недельной главе, что когда человек попадает в какую-то беду, какую-то беду попадает и кстати написано что самая большая цдака, самый большой уровень цдаки это дать взаймы кому-то. Потому что даешь взаймы, он развивается и так далее, да когда он слабеет, дай ему взаймы перед тем, чтобы он не упал вообще, потому что если он упадет вообще потом еще хуже будет, вообще тяжело будет его приподнять. Дай ему взаймы! Но приходит седьмой год. Все прощается. И сейчас задается вопрос, долги прощаются. Сегодня мы делаем такой крузбуль, в скобках я хочу сказать такой документ, что они прощаются. Но в принципе долги прощаются. Почему? Потому что все-таки он слава богу встал на ноги, на ноги, на ноги, идет, идет, идет. Ты возьмешь его за голову, верни мне эти деньги, он опять ему будет проблемой. Поэтому сейчас долги прощаются. прощаются. Так скажите, пожалуйста, это нормально? Это говорит нам кто настоящий хозяин? Это воспитывает нас. Только воспитывает нас. И более того, тебе нельзя брать у него проценты. Это до этого нельзя брать проценты. И если человек думает, слушай, сейчас скоро седьмой год, я не дам эти деньги, Тора его называет негодяем. Ты негодяй. То же самое, такое же слово негодяй написано в двух местах. У нас и написано еще в другом месте. Там, где люди соблазняют, хотят, чтобы занимались идолопоклонством в какое-то общество. Негодяи. Вот идут против Бога. Ты здесь тот идут против Бога. Представляете, то же самое написано. Негодяи. Это, конечно, огромное испытание для человека. почему я ему даю на год деньги, а через полгода у меня год шмита. Так эти деньги все прощаются. Может быть, пришло время и так далее. Так может быть, негодяй. Потому что это, опять-таки, воспитывает тебя быть таким, который показывает тебе, как ты помогаешь человеку. Как ты хочешь, чтобы он встал на ноги, этот человек. Это очень важный момент. И от этого, конечно, когда есть у нас вот эти отношения между нами и между Богом, и между нами, и между человеком, ты по-настоящему встаешь другим человеком. Это воспитывает тебя, кто ты встаешь в этой ситуации. Потому что важно в конечном итоге не только поведение между нами и между Всевышним, а как ты действительно возвышаешься и встаешь совсем другим человеком. Также я хотел бы сказать, и на этом я закончу, заповедь Акхель, которая происходит, есть заповедь для Акхилет, коли Исраэль говорит нам Рамбам, и женщин, и мужчин, и детей, всех, 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 всех. Это как слушаем мы вот эту Тору. Опять-таки, как мы видим в этих четырех моментах, отношения между нами и между Богом, отношения между нами и между человеком, отношения между нами и между самим собой, отношения потом в нашем народе, митсват Акхель, а это все Тора, это все Тора, и поэтому, когда Всевышний говорит, выбрал вот эту имену заповедь, паар-синай, потому что она в общем усовершенствует нас, как народ, усовершенствует нас в отношении с Богом, с человеком, самим собой, и это говорит нам о любой заповеди, поэтому, когда человек кушает мацу, это его усовершенствует, когда человек надевает филин, это его усовершенствует, когда человек кушает кошерно, это его усовершенствует, все Но это усовершенствие, да, поэтому здесь написано «Гар Синай». Так же, как вот эта заповедь была дана на горе Синай, и это во всех этих областях возвышает и поднимает нас, так же вот это любая заповедь. Спасибо всем. Если будут вопросы, посылайте. Спасибо большое. Надеюсь, что те, кто будут смотреть в записи, если у них будут вопросы, они их смогут задать. Я лично надеюсь, что у нас, может быть, будет когда-нибудь время рассмотреть потрясающую связь между Шнате Шмита и Йовелем, и вообще судьбу Йовеля и куда он пропал, и каким образом перестали как бы знать счет. И связь Йовеля с тем, что Йовель как бы имеет силу, когда большинство народа живет в земле Израиля. Вот эта связь между ними. Мне лично как бы очень интересно, каким образом Шмита продолжается, а Йовель у нас как бы потерян, мы не знаем. Окей? Хорошо. Спасибо большое. Спасибо за гизун. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!